Слава Украине, привет всем от Полонского. Интересные новости из России. Там Центробанк вывесил учетную ставку с 19 до 21 процента. Ну вы скажете, ну еще господи. Это очень серьезно и очень много. То есть это та ставка по которой Центробанк выдает деньги под проценты другим банкам. Ну а банки уже со своим профитом потом выдают кредиты людям. Представьте себе, какой будет в этом случае процент. То есть это уже процент из 90-х годов. С кем можно сравнить вообще сегодняшнюю Россию в плане вот ключевой ставки с такими замечательными странами, как например Центральная Африканская Республика, Ангола, Мозамбик, Венесуэла, Зимбабве. Ну вот у них приблизительно. А, да, Турция тоже, кстати, вот там у них проблемы сейчас с инфляцией. Вот у них тоже в этом стиле все идет. То есть в принципе это неконтролируемая инфляция совершенно. Кстати лгут они, лгут они, что у них инфляция то 4%, то 8% независимые экономисты провели исследования и выяснили, что два предыдущих года инфляция что один год, что второй год зашкаливала за 20% и в этом году тоже будет за 20%. То есть причем капитально за 20%. Так что вот эти вот бред, которые несут у них по телевидению, что у нас инфляция там в пределах 4%, но в этом году будет хуже, будет 8%. Какие там 8? Двоечку спереди напишите, будет 28%. Тогда и то может быть не полностью это все описывается. То есть несмотря на бравурные такие вот заверения их правительства о том, что у них с экономикой все в порядке, все замечательно, мы прекрасно видим, что во-первых есть стагнация производства, то есть уменьшение объемов производства, чтобы они тоже не кричали, что у них сейчас да, у них рост производства, нет ничего этого. У них даже падение производства, оно даже с учетом военной промышленности, чтобы вы понимали. А военная промышленность для них это, в их ситуации это путь в никуда, потому что, ну как вам сказать, построил танк, ты же его не продал в Индию, не получил за него деньги, да, и не пустил их и в оборот. А ты построил танк, грубо говоря, отправил его на фронт, танк взорвался и сгорел. Все. Это, как говорится, деньги выкинутые в форточку. Им никто не помогает, ни одна страна, ни та же Северная Корея, ни тот же Иран бесплатно же никто не помогает. Это все за деньги, за очень большие деньги. И вот даже их военная промышленность она в состоянии на сегодняшний день обеспечить себя теми же снарядами только на 30%. 60% передает Северная Корея снарядов, 10% Иран. Так, чтобы понимать, в каком состоянии даже их военная промышленность. Ну и бог с ним, это еще один калинкор. И самое интересное, это сейчас, представляете, сколько, под какой процент им сейчас придется брать ипотечные суда на жилье. Вот это вообще отдельная история. То есть если, ну не знаю, под сколько, под 30, под 40% годовых. А сколько же вы переплатите за квартиру за 15, за 20 лет? Вообще представляете себе? Ну, короче говоря, это только так на вскидку. Это на самом деле вот такая инфляция это смерть экономики. Да. И уже не взросрочку, а так конкретно, быстро и одним ударом по голове. Смотрите.